Болат Но мне больше хотелось затронуть тех людей, которые были в моей жизни Вы выходец из детского дома? Да, я выходец из детского дома Расскажите нам немного о своем детстве Это просто какое-то безобразие Мне нравится запах ваших духов Это цветочный аромат Цветы всегда пахнут свежестью Вы знаете, запахи, звуки, песни, вкусы Это все отражается на нашей памяти Удивительно, как мы запоминаем детали Хоть и нам кажется, что мы не помним ничего Просто ваши духи мне напомнили о моей первой воспитательнице Тогда я был еще маленький Ее волосы пахли цветами Как будто весна пришла Я был нужен Я был важен Этот торт Этот торт Этот торт был самый вкусный торт в моей жизни Я любил, когда она рассказывала сказки Она не просто рассказывала сказки Она как будто оживляла всех персонажей Она умела рассказывать сказки Как будто ты там главный герой И только ты способен победить зло Она была доброй Она была веселой Она была справедливой Я всегда ходил за ней по пятам Дарья Часто стала заходить В директоров кабинет Они там что-то Очень громко обсуждали Тогда я ничего не понимал Мне только хотелось, чтобы она вышла И обняла меня Тогда мне казалось, что она моя мама Однажды мы игрались Все было здорово Пришли какие-то ребята в костюмах На нее надели какие-то браслеты Но тогда я это понимал Как будто так предлагают замужество Тогда я был уверен, что она вышла замуж За одного из этих мужчин Что они живут вместе С семьей счастливо После этого я ее не видел Я ждал ее каждый день Дни проходили Потом недели В том месяце А я все ждал и ждал Но она не вернулась Булат, в своей книге вы пишете, что вас возвращали в детдом несколько раз А вы помните свою первую семью? Я никогда не забуду эту семью Это была замечательная семья Мне кебыздын балакай Ее сыну Булат Мулат, сену жаловы пасы Салям Булат Она была очень красива И приятна Я запомнил ее длинные волосы Вы знаете Я никогда не видел таких длинных волосы Мы подъехали к их дому Я впервые в своей жизни увидел такой высокий дом Мне казалось, как будто он вот-вот на нее упадет Если честно, этот дом меня чуть-чуть пугал Но мы зашли Мы зашли комнату. Даже дети из обычной семьи не могли себе этого позволить. Да я был просто счастлив. Я и не мог мечтать о большем. Мы все время проводили вместе. Играли, шутили. Женечка всегда говорила мне, что я наполняю этот дом. Тогда я не понимал, что это значит. Я просто был счастлив. Мне было уютно, Женечки. Они всегда могли меня рассмешить или просто порадовать. Наверное, это делает людей родными. Она меня водила по разным кафе. Мы пробовали разные десерты. Я любил эти дни. Я до сих пор помню вкус яблочного пирога. У меня были самые лучшие родители. Я очень любил Женечки. Особенно ее улыбку. Но она стала улыбаться все реже и реже. А я не понимал, в чем дело. Странно, что Жасланы и Женечки часто ссорились, несмотря на свою идеальность. О, господи, извините. Я тогда ничего не понимал. И мне казалось, что они ссорятся из-за разбитой посуды. Потому что в детском доме нас тоже ругали за бой посуды. Посуду ведь не склеишь и не починишь. Если уж посуда разбилась, ее всегда бросает в мозг. Мне было больно видеть, как Жанечки плачет. Я хотел ей помочь, но не знал как. Я думал, Жанечки очень голодные, раз так много кушает. Но мне казалось, что она сополняет какую-то пустоту. Она ела и плакала. Ела и снова плакала. Как вы на это реагировали, будучи ребенком? Я даже не знал, как на это реагировать. Как-то утром Жанечки упала. Я очень испугался за нее. Позвонил Жаслану, и он быстро приехал. Мы в тот день долго просидели в больнице. Доктор что-то говорил Жаслану. А я понимал, произошло что-то серьезное. А что именно, я не знал. Я любил ее длинные красивые волосы. Но почему-то их не было. Знаете, что было больнее всего? Не отсутствие волос, а слезы. Слезы Жанерки. Я так хотел еще раз увидеть ее красивую улыбку. Я хотел запомнить ее улыбающейся. И такой красивый. Я не знал. Я не знал. Я не знал. Не третий. Начинаю махать. Я не знаю, а ты откроешься. Ты не знаешь, что ты не знаешь? Я не знаю, что ты Razia. Я тоже знаю, как ты знаешь! Через неделю ее забрали в больницу. И больше она не вернулась. Что с ней стало? Умерла она. А еще через месяц Жаслан пришел домой с другой женщиной. Булатик, ну что ты плачешь? Булат, мы с твоим папой должны съездить кое-куда. И пока нас нет, ты поживешь в доме ребенка. Хорошо? Молодец. Ой, ты мой сладкий. Пока. И это больно в первый раз. Понимаете? Ни один ребенок не думает, что родители не справились. Он думает, что он бракован. Потом ты после этого перестаешь верить новым родителям. Потому что ты боишься, что тебя вернут обратно. было больно, когда папа оставил меня. Часть меня говорила, что он больше не вернется. Другая часть... Хотела его ждать. Снова мои жизни... Начались ожидания. Каково было возвращаться в детский дом? Я бы сказал, что прекрасно. Но это не так. Но это не так. Покажите. Вы что-нибудь знаете о своей биологической матери? Жива ли она? Пытались ли вы ее найти? Может быть, она предпринимала какие-то попытки? Что-нибудь? Есть ли какая-то информация? Я не знаю. И вы не пытались? На это сложно ответить. Но вы бы хотели встретиться со своей матерью биологической? Хотели бы узнать о ней что-нибудь? Да. Да, я хотел бы узнать. Я хотел бы на него посмотреть. Хорошо. Спасибо, Булат. Но я там недолго был. Уже через полгода ко мне пришли новые родители. Это было очень-очень шумное семейство. Это было очень-очень шумное семейство. Смотрите. Я сейчас не стану готов. Ладно. Погласим. Ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы не подумайте, они были хорошими ли дни? Ведь не каждый может приютить столько детей, да еще жить так весело. Каждый из этих детей был в своем доме. Но не я. В этой семье у меня адаптация прошла очень плохо. Я снова вернулся в детдом, где все уже стали такими родными. Я уже думал, что больше никто меня не заберет. И больше я не ждал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА